В давние, очень-очень давние времена, сухой, очень-очень жаркой пустыне, на скале сидел первый кенгуру. Он ворчал, и он бурчал. Он приезжал и ныл. Кенгуру совсем не нравился, как он выглядел со своими короткими маленькими ножками и совсем-совсем коротеньким куцем хвостиком. Однажды кенгуру обратился к Богу. Не могли бы вы сделать так, чтобы я выглядел по-другому. Поначалу Боги отсказали ему, но он продолжал звать Девы-Небеса. – Сделай меня другим, сделай меня другим, сделай меня другим, ну сделай меня другим. – Ладно, – говорил. Бойки полетели к дикой собаке Тинька, дремшей в тени и крикнули «Вставай из тела! Едем! Нужно как-нибудь припеределать тенгуру!» Тинька открыла глаза, и хищная умолилась. Ее хищные глазки бусинки засветились, ее острые зубы хищно блесли на солнце. И поскольку она была хищником, она, конечно, бросилась на тенгуру. Р-р-р-р! Ай! Кенгуру скачал со скалы, бросился бежать. Ручая из скаля зубы Тинька, гналась за кенгуру. Пан, вывыгавший на солнце по пустыне, прыгая через запевшийся на солнце камни. Вообя от страха кенгуру мчался, мчался и мчался. А он пробегал мимо скал. Он несел по стреляющим траве и по острым конючкам. Он без остановки пересек всю пустыню, пока не домчался до реки. Кенгуру в отчаянии посмотрел на другой берег. Плавать я не умею вздохнула. Как же мне перебраться через реку? Оставалось только один выход. Кенгуру присел как можно ниже на своих коротких ножках. Прыг одним мощным скачком перемахнул через реку и приселился на другой берег. Но дикая собака переплыла реку. А кенгуру уже не бежал, а прыгал. Пока он прыгал, его задние ноги становились крепче и сильнее. А охотнее и толще. Он прыгал между деревьев. Он одним прыжком перескочил обратно через реку. Он снова проскакал через всю пустыню к той скале, от которой начал свой бег. Когда Кенгуру понял, что Динка остался, он немного отдышался и крикнул богом, сидящим на облаке. «Зачем вы натравили на меня эту слущую собаку?» «Сам хотел измениться», — сказал один из богов. «И Динка помогла тебе». Вот такую шутку с ним сыграли боги. Но Кенгуру быстро сообразил, что это была вовсе не злая шутка. В самом деле теперь он был счастлив. Сбылась его мечта. Он стал другим. И, в конце концов, прыгать не так уж плохо. Особенно так далеко, как он теперь умел. Прыг-скок, прыг-скок. Всем пока. Подписывайтесь на канал.